Все, тогда начинаем. Приветствую вас, дорогие друзья. Может быть, ракурс, к сожалению, больше всего не повезло, наверное, словакам сегодня, потому что с мобильного телефона. Ракурс так сверху. Наверное, славянцы сегодня не повезло, чтобы меня видеть, потому что я использую мобильный телефон для них. Вот как раз Чаба подключился. Чаба, все, включайтесь, настраивайте звук, потому что хрипит. Да, все замечательно, начинаем. Ну, коллеги, технически у нас такие проблемы, я думаю, будет не то что всегда, но мы отстраиваем. И сегодня я хотел бы поделиться с вами крайними новостями проекта SkyWay. Одновременно, как говорится, есть что рассказать, но многого рассказывать, к сожалению, нельзя. Все вы прекрасно знаете, что на прошлой неделе у нас вебинара не было, так как мы с Сергеем Анатольевичем были в Крыму на встрече с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это была срочная встреча, и мы обсуждали очень важные вопросы. Наш проект достаточно динамично развивается, и нужно действительно предпринимать быстрое действие для более еще серьезного развития. Основным моментом встречи был предстоящий визит представителей ЗАО струнной технологии в страны Латинской Америки. Но есть нюанс, так как Виктор Бабурин сейчас находится, даже не знаем где, в Индонезии, либо в Индии, в общем, в Южной Азии, поедет Сергей Анатольевич Собиряков. Сейчас я созванивался с Франтишиком Солером, то есть команда именно от инвесторов от Франтишика, серьезный институционный фонд готовили эту встречу. Если говорить какая именно встреча, то это встреча с высшими представителем власти стран Латинской Америки. Одна страна будет точно именно в программе посещения, и там будет закрытая встреча подготовленная с одним из министров. Также наши партнеры, серьезные инвесторы и вообще как бы инвестиционный фонд готовят встречу и с президентом этой страны. Ну не знаем, получится или нет. Интересный момент заключается в том, что эта встреча, именно, так скажем, закрытая, происходит перед официальной презентацией, на которой будут и железнодорожники. То есть можете себе представить, какой интерес технологии SkyWay, если один из главных министров хочется, встретиться перед официальной презентацией, ну наверняка, чтобы как-то пролоббировать технологию SkyWay и уже ее подготовить к внедрению. И это абсолютно неспроста, потому что с помощью технологии SkyWay можно сформировать новую стратегию и транспортную инфраструктурную альтернативу для стран Латинской Америки. То есть это и Бразилия, и всем известным уже Боливия, и Парагвай, и Чили, и Уругвай, и Аргентина, и Перу. Эквадор, Колумбия, Венезуэла. И некоторые страны Латинской Америки находятся на удаленных территориях от прибрежных зон. Соответственно, несмотря на то, что они обладают колоссальными ресурсами и запасами, их экономическое развитие ограничено. И мы как раз таки будем обсуждать именно стратегию развития и стирания границ независимо, находится возле воды страна или далеко, в глуби континента. Технологии SkyWay абсолютно не важны джунгли это, либо какие-то реки, проходимость есть везде. Ну и вообще осенью будет проходить саммит по энергетике, то есть нефть и углеводороды, именно в странах Латинской Америки. Как минимум более 20% всех мировых запасов углеводородов находятся на территории стран Латинской Америки. А теперь давайте представим, если будет сформирован единый грузовой пассажирский транспортный кластер для перемещения этих ресурсов. Это новый виток развития стран Латинской Америки и увеличения ВВП отдельно взятых стран и всего континента. Поэтому мы предполагаем, что встреча пройдет очень плодотворно. Давайте Сергею Анатольевичу пожелаем удачи, потому что все-таки 50 часов лету. Но эта встреча была, как я уже сказал, подготовлена и заинтересованность здесь максимальная. Там будут обсуждаться проекты как грузового направления, например, перевозка леса, так и пассажирского. То есть мы уже параллельно начинаем развитие не только в Азии, как и Индия, Индонезия, Вьетнам сейчас прибавится, но и в странах Латинской Америки. Как только будет получена государственная поддержка, любой из стран начнутся не просто проекты, а проекты, на которые есть уже финансирование. Группа инвестиционная, которая организовывала эти встречи, сказала, что как только вы обо всем договоритесь, мы готовы предварительно уже начать финансирование. То есть это что касается близлежащих визитов не только уже Виктора Бабурина, но и Сергея Анатольевича. То есть нам предстоит ездить много. Ведется работа по Грузии. Вы видели, что Владимир Маслов с Инетой начали эту работу? По адресным проектам. Также и наши партнеры, коллеги Skyway Invest Group проделают огромную работу по адресным проектам. И это только те проекты, о которых мы знаем их гораздо больше, и это закрытая коммерческая информация. По результатам всех поездок будет составлен отчет. То есть и Виктор Бабурин отчитается от своей поездки, и Сергей Анатольевич. Но предварительно говорить ничего нельзя, кто куда едет. По результатам этих поездок будет выполнен отчет. Но мы не можем рассказать о этих поездок вперед, пока они готовы. Потому что уже начинается не просто конкурентная борьба, но настоящие маркетинговые войны, когда у представителей правительства на столе может лежать газета, очерняющая Skyway. У нас есть недобросовестные в прошлом партнеры, сейчас это наши конкуренты. И вообще международная преступная группировка Виктора Узлова, которая пытается нам мешать. Потому что бывают предварительные партнеры, которые становятся конкурентами, и даже криминальная группа мистера Узлова, которые пытаются остановить нашу развитие. Сейчас начались очень серьезные юридические процессы, и я думаю, что исход из этой всей истории для Виктора Узлова будет плачевный. Сейчас есть серьезные правительные правительства в этом вопросе, и я думаю, что результаты этих правительств будет очень непрерывным для мистера Узлова. Вы наверняка помните про ICO, которое проводилось мошенниками. Мы не исключаем, что это также причастно к этому, но не можем точно утверждать. Но каждый, кто распространяет необоснованную клевету на Skyway, когда-то поплатится. К инженерным дискуссиям мы всегда готовы. Поэтому, друзья, мы будем говорить о событиях, которые произошли в подробности уже постфактум, а не перед событиями, как мы делали это раньше. Поэтому, друзья, мы только поговорим о событиях, которые уже произошли после фактума, в деталях, не как мы делали это раньше, а перед событиями. Если говорить про Индию, то, что можно говорить и было упомянуто не раз, хотел бы повторить, что как только начнется строительство первого проекта, 300-400 проектов нам обеспечено. Я уже не говорю о том, что Виктор проделал огромную работу, и мы также будем включены в программу именно городского пассажирского транспорта. То есть это как пассажирское такси. И 300-400 проектов, о которых говорил Нитин Гадкари, министр транспорта Индии, это только морские порты. Представьте, насколько мощный аккумулятивный эффект может быть от всех проектов, только Индии. Но проекты не родятся без технологий, это мы конкретно понимаем. Огромный пласт и фундамент уже подготовлен, то есть это наши юнибайки, юнибусы, это наши юнитраки. Но есть еще направление оптимизации расходов. Это вообще логика и стратегия развития SkyWay. И есть направление оптимизации расходов. Это логика и стратегия развития SkyWay. Вы все прекрасно помните, что вот уже год назад где-то мы получили Гранд Про ООН, зазелененные крыши. Это было как удешевление конструкции, то есть на 500 тысяч долларов мы снизили, лично Анатолий Эдуардович снизил стоимость анкерной опоры. Ну и вообще, когда мы сидели на втором этаже под крышей в Крыму в доме Анатолия Эдуардовича, он задал вопрос. Вот сейчас жарко. Представьте, что земля была бы на крыше. Насколько нам было бы прохладно? То есть логика и стратегия – это не только создание мощнейшей транспортной инфраструктуры, но и инфраструктуры для людей и максимально оптимизированной по расходам. И во многих местах, труднодоступных местах, как джунгли, как пустыни, как болото и другие непроходимые места, мы будем сталкиваться с проблемой. И вы, наверное, помните, что мы говорили, что в 2018 году Экофест вас удивит. Что будут летать дроны, возить, строить. Наш транспорт – это и так уже можно назвать транспортные андроиды, то есть это, по сути, транспортный робот. И важным моментом обсуждения в Крыму была и эта тема. И этот вопрос был также один из важных моментов, который мы говорили в Крыме. Анатолий Эдуардович сказал, что нам необходимо не строить дорогостоящую технологическую трассу, а найти другое решение. И он сообщил, что такое решение есть. Как всегда, самое лучшее в мире. Дроны, не вертолеты, а дроны смогут перевозить в труднодоступных местах части опоры и путевой структуры. Это будет грузоподъемный дрон, то есть каргодрон, и грузоподъемность будет не менее одной тонны. То есть так же, как на базе ЗАО «Струнные технологии» под руководством Анатолия Эдуардовича было разработано мотор-колесо, инновационный вид бетона, так же и появятся свои дроны. То есть это будет отдельное новое направление холдинга, которое оптимизирует расходы. В этом стратегия вся развитие SkyWay. Сравнив существующее решение, Анатолий Эдуардович пришел к выводу, что надо делать свое. И вообще это не считает того, что у нас будет роботизированный строительный модуль, который фактически будет строить трассу. И это особенно также будет интересно Латинской Америке, так как у них как раз труднопроходимые места и труднодоступные. Допустим, столица Боливии находится на огромном перепаде высот. Где находится Чили, там вообще горы и, соответственно, отрублен выход к воде. И, соответственно, только SkyWay сможет предложить новейшую транспортно-инфраструктурную альтернативу. И о подобной альтернативе не только транспортном решении, но и альтернативной энергетике. И безотходного производства создания электроэнергии Юницкий расскажет всему миру. And Mr. Юницкий will tell the whole world about such alternatives, not only in transportation, but also in waste less energy production. Как говорится, рассказывай сильнейшим, и остальные услышат, поэтому будут направлены письма главам государств, серьезных держав, а также таким деятелям, как Илон Маск, Джефф Безос и другие. It is said that if you talk to the strong people of this world, then the others will eventually hear it. Therefore, letters will be sent to the governments of powerful states and also to powerful personalities, such as Илон Маск or Jeff Bezos. И это, в принципе, что было описано в струнных дорогах на Земле и космосе, издание, которое было недавно переиздано и сформировано в виде транспортной инфраструктурной альтернативы. So, this will be, in those letters, those letters will contain the same information that was contained in the String Technologies book on String Technologies on land and space. And there is a new edition, and this will be simply transformed into information about alternative transport infrastructure. Сейчас намного важнее решать эти проблемы, чем запускать, допустим, Falcon 9, чем занимается Маск. Now it's much more vital to solve these problems than do what Elon Musk is doing now, his program called Falcon 9. Так как выход в космос в этой транспортной инфраструктурной альтернативе и так предполагается, но без урона озоновому слою, что делает ракета Falcon 9? Because there is a way to reach the space within this transport infrastructure alternative, but this solution will not damage the ozone layer, which the rocket used in Falcon 9 would do. И об этом говорит также и стратегия развития по Азии, потому что недавно климатологи продекларировали, что большая часть территории Азии через 50-70 лет будет неприкодна для жизни. Поэтому Индия делает очень правильные шаги во избежание этой глобальной проблемы. И SkyWay is doing very important steps in order to avoid this problem for the whole humanity. Сегодня мы видим интерес к SkyWay со стороны многих государств, глав государств, министров, чиновников, бизнесменов. И это не удивляет, потому что SkyWay это международный экономический ковчег. По прогнозам многих экспертов и нашим определенным инсайдам Сергеем Анатольевичем, в конце года-начале следующего года Европа ожидает, к сожалению, огромные потрясения. According to forecasts of different experts and also our insights with Mr. Yunitsky, we could say that in the end of this year, beginning of the next year, Europe awaits some major problems, major disasters. Друзья, мы обязаны вас об этом предупредить и сказать, что есть решение. У США по сравнению с прошлым годом уже в полтора раза где-то стал больше внешний долг и это тоже повлечет последствия. Поэтому я могу сказать, что да, мы развиваемся в непростое время, но кризис есть и возможность также. И сейчас многие в России и за границей говорят о возможностях так называемой цифровой экономики. То есть я имею ввиду криптовалюту, различные токены, ICO, но ICO сейчас немножко по-другому называется. Я имею ввиду криптовалюты, которые сейчас имеют другую название. Евросоюз об этом говорит, Центробанк об этом говорит, правительство России об этом говорит. Ну и, соответственно, будет глупо не замечать это направление, так как это также современный тренд, который охватит планету. Поэтому также система блокчейн будет применяться в Skyway и в Transnet. Лучшие возможности будут из этой системы взяты и, как вы понимаете, если мы будем делать систему, мы будем делать свою. Тут, говоря о такой комплексной задаче, я даже боюсь говорить по срокам, но могу сказать, что будет. Соответственно, многие говорят о механизме внутренней биржи, он также будет. Более того, на мобильном телефоне вы сможете совершить операции. То есть все самые современные тенденции в Skyway в виде школы SkyTech будет впитывать. К сожалению, последнее предложение не было слышно. Все самые современные тенденции школа Skyway и SkyTech будет впитывать. Поэтому нам не нужны всякие колеса дуйного, потому что это как купить малую часть Мерседеса, пытаясь сделать Мерседес. На сегодняшний день ЗАО струнные технологии уже готовы к мелкосерийному производству. Более того, во многих странах уже бронируют места, как команда Франтишко Солара и других директоров, именно под производственные площадки. И это действительно очень разумное дело, так как это бронирование лучших мест в этом бизнесе. Правительство Беларуси говорит, что если вам понадобится больше производственных площадей, стройте заводы, пожалуйста, только скажите. Осенью будет очередная выставка в Минске. На которую, как вы понимаете, никто не просился, а уже приглашают. Поэтому в условиях, когда будет трясти мировую экономику, мы выстоем и к нам придут. Как вы думаете, куда все финансовые организации пойдут? Несмотря на то, что много желающих также разделить кусок пирога примерно в 15-17 триллионов долларов увеличения мировой экономики за 15 лет. И это только транспорт. Я не говорю про инфраструктуру. А я повторюсь, что Анатолий Эдуардович предлагает транспортно-инфраструктурную комплексную альтернативу. И это вплоть до строительства нового поколения линейных городов. И более того, никакое невизионерство. Это конкретная проработка и инженерная понятная задача. Кроме того, это не просто визионерство. Это очевидный дизайн и очевидный развитие. Поэтому, да, у нас есть тролли, у нас есть люди, которые наводят клевету по заказу за большие деньги, я думаю. Недавно также вышла статья, более чем уверен, что заказная, где порочат честь Руслана Тусмановича Гатарова. Это вице-губернатор Челябинской области. То, что якобы он является коррупционером и поддерживает технологию мошенников. Но вот, друзья, никто просто так таких слов произнести не может. Они будут наказаны. They hint at him being corrupted and therefore supporting some technology of conmen. But I will tell you that no one saying such slenderous words will not go unpunished. И могу сказать, друзья, что вот как бы создать такую интригу уже по окончанию вебинара, что даже туристическую и инфраструктурную такую составляющую будут дублировать у Skyway. And my friends, I would like to leave you with an intrigue in the end of this webinar, that even tourist cluster or tourist infrastructure will be duplicated from Skyway. И это тоже родилось в Крыму, но пока об этом говорить не могу. Могу сказать, это очень высокий уровень. Поэтому, получая все необходимые разрешения, проходя сертификацию, приступив к сертификации азиатской, мы не говорим, мы делаем. Если кто-то говорит, что вас куда-то не пустят, ну хорошо, пойдем в страны Латинской Америки, пойдем в Азию. Страны, которые поддержат технологию, их достаточно. Но время аутсайдеров в Skyway, естественно, тоже настанет. Придется использовать эту технологию, потому что иного решения нет. Могу сказать, что скоро настанет следующий этап. Как предупреждали, за две недели будет сообщено. I can tell you also that soon the next stage will come, but as we told you before, you will be warned two weeks ahead. Более того, руководство Skyway Capital, все члены правления поработали над тем, чтобы появились новые платежные инструменты. And also all the board members of Skyway have worked for you to have the ability to use new payment tools. Также в ближайшее время, наконец-то появится новая оболочка сайта мирового уровня, я думаю. Also, in the nearest future, we will have a new design of our website, and it will be on the global level. И что остается сказать, друзья? Строй Skyway, спасай планету и дай дорогу Мир Транснету. And what else can I say? Build Skyway and save the planet and give way to Transnet. Что, Андрей? Так, ну, потом тогда. Благодарю вас, друзья. I thank you, dear friends. I thank you. До скорых встреч на вебинаре. And see you soon in other webinars. Так, и сколько у нас было людей, отметьтесь, пожалуйста, именно англичан. And I would like to ask English speakers to please comment in the chat, so that we know how many you are. Please write a plus in the chat window, so that we know how many English speakers we have. Даже сегодня английских наших участников не было. Я думаю, с удовольствием они все это послушают в записи. Even if they were not here, I believe they will be pleased to listen to the record of this seminar later. Благодарю, друзья. Счастливо. Thank you, friends, and good luck.